Боль. Покажи, что ты чувствуешь. Давай еще, еще 10 раз. Давай. Жги. Почувствуй жжение. Нет боли, нет результата. Ты же понимаешь, что будет больно? Понимаю. И будет тяжело. Я это больше знаю. Боишься мучений в зале и после зала? Вот у меня метр. Алексей Кафанов, 108 класса, 180 килограмм. Объем дали. Сейчас попробуем замерить. 162. Ну что, легко? Тип-дип. Все. Долг. Долг. Хорошо. Снова клуб Ракета. Снова я и 182-килограммовый Алексей бросаем в войну жиру. Я сбросил 2 килограмма за последние несколько дней. И Алексей. Это упражнение, которое мы сейчас видим, это упражнение, которое мы сейчас видим, очень способствует укреплению коленных суставов. А именно коленные суставы, это боль людей с большим лишним весом. Поэтому мы будем закачивать. Мы будем двигаться с двух сторон. Уберем лишний жир и укрепим колени. Следите за нашей трансформацией. Юра, Алексей, Клуб Ракета. Пока. Главное, не забывайте, что каждый из вас может и должен избавиться от жира. Неважно, у вас 2 килограмма лишнего жира или 200 килограммов лишнего жира. Мы уберем его, мы сожжем его. Давай, поехали. Перерывчик небольшой. Ну, на данный момент я пока не могу найти весы, чтобы взвеситься дома. Вот, пока что буду взвешиваться в зале. Ну, я надеюсь, что в скором времени я сброшу достаточно, чтобы купить весы и взвешиваться дома. Ну, пока. Сейчас мы будем делать гиперэкстензию в клубе Ракета. И с очень короткой амплитудой. Потому что легко с таким весом повредить свой позвоночник. Поэтому с короткой амплитудой и с поддержкой рук. Да, да, да. Голову вверх держи. Голову вверх. Хорошо, хорошо. Делай еще. Ну что, легко? Теперь руки аккуратно на груди свести. Попробуй то же самое. Нормально? Давай, голову вверх. Ты напряма. Голову вверх, спина напряма. Чувствуем спинку. Сейчас хочу рассказать о своих проблемах, связанных с лишним весом. Тяжело ходить при подъеме хотя бы на два этажа по лестнице. Начинается очень большая отышка. Ну и вообще тяжело с таким весом. Сегодня мы с Юрой занимаемся. Пока что упражнения даются не очень легко. Но, надеюсь, в скором времени мы как бы наляжем и будем показывать достойные результаты. И будем худеть. Ребята, следите за нашей консформацией. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Чтобы не пропустить, как меняется Алексей, как меняются другие мои воспитанники. Как меняюсь я. И вы тоже меняйтесь вместе с нами. Вы можете получить тело своей мечты. Мы поможем вам в этом. Пока. Что сегодня у меня на сушке, когда я занимаюсь жиросжиганием? Конечно же, это капусточка квашеная. Желательно, чтобы она была без сахара в идеале. Но если там какие-то минимальные количества сахара, если вы посмотрите, когда будете покупать на ведерочко с капустой какой там состав, то это не страшный продукт. Он низкокалорийный. Конечно, желательно, чтобы без сахара или как можно меньше. Рыбка на гриле. Капусточка – это клетчатка, это витамины. Очень вкусно на сушке спасения. Рыбка на гриле. Источник омега-3. Источник белка. Без углеводов. И тут мало углеводов, и тут нет углеводов вообще. Рекомендую такой прием пищи каждому, кто сушится. Тоже не злоупотребляйте. Если съесть килограмм рыбы, можно тоже перестать сушиться. Разжигание может остановиться из-за избыточного количества калорий. Но небольшая порция – это святое. На сушке можно даже каждый день себе позволять. Друзья мои, вот мой любимый прием пищи. Курочка, запеченная в духовке. Огурчики и рисочек без масла с укропчиком. Очень вкусная моя жёнушка мне приготовила. Это классика. Вот такие приемы пищи. Ими можно питаться практически бесконечно. Только рис периодически заменять гречкой. Значит, рис должен быть не шлифованный, конечно же. Длиннозёрный, с более низким гликемическим индексом. Огурцы можно заменить зелёными овощами, любыми зеленью. Можно помидорчики порезать. Вместо курочки можно индейку, можно рыбку. Но суть вы поняли. Белки, качественные углеводы, клетчатка. Белки, качественные углеводы, клетчатка. Вы сможете так питаться практически вечно. И при этом вы будете сжигать жир и наращивать мышцы. Это основа здорового и правильного питания. Вот так вот, друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, на мою страничку. Вот, наконец, принесли мои котлеты на пару и салатик. Вот этим я сегодня и буду подкрепляться после тренировки. Вот так. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Оу. Из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что? Надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь, что я сказал? Тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер. Только он может дать отпор твоей линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Тебе нужен тренер.